А можно спросить, как я родился? О, мой мальчик, однажды твои папа с мамой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку и взорыл семечко в землю, а мама поливала его. И заботилась о нем каждый божий день. И через некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками. И папа с мамой сорвали его, высушили, скурили и обдолбались так, что ебались без гондона с пип... Спасибо нашим подписчикам на Бусти. Если вы хотите увидеть свое имя в этом списке, подписывайтесь на Бусти. Ссылка в описании этого и любого другого ролика. Поехали. Здравствуйте. Здравствуй. Скажите, пожалуйста, Иван Александрович, а вы взял у которого? Я лопаю эти... Социальный контракт, слышали о том, что вы позвонили и вторглись в мое личное пространство? Будьте добры, представьтесь, кто вы такая. Вам за наступает организация ООПК ОКФ, мне тут помогает. Чего я удивляюсь? ОКФ, вам не социальный контракт, не нормы вежливости, не закон, вам не писан, блядь. То, что в законе написано, в начале каждого взаимодействия обязаны представиться, независимо от того, кто взял трубку, это вам не касается. Социальный контракт про ООПРК ОКФ... Социальный контракт о нормах вежливости не вам судить. Почему? Я с вами веду диалог абсолютно нормальный. Ну-ка, расшифруйте. Не хаморю, не хаморю. Начинаете выяснять, а все потому, что вы в КЭФ, и вам кто-то в вашу голову вбил, что это значение имеет для кого-то. А, ну, в смысле, превосходное значение. На самом деле, это уничижительное значение, давным-давно уже приобрело. Это отрицательный фактор. Вы коллектор, вы представитель коломасы, неуважаемая прослойка нашего населения, причем большинством неуважаемая. Поэтому вы должны шепотом позвонить, спросить... Помоги бы же с домашкой, помоги бы же с домашкой. А не будет ли вам угодно чуть-чуть уделить мне немножечко времени? Я хочу поинтересовать. Не перебивать меня. Я вам сказал, на каком месте находитесь. Вы слишком ли вы ногу на себе берете? Это все то, что вы заслужили за все время. Вы руководитель или вы законодатель Французской Федерации? Так вот, дело-то в нем как раз, в законодательстве. Не слишком ли вы много хотите, неизвестное лицо, вы еще даже личное свое-то несостояние были подтвердить. Вот именно, да. Так вы только этим и занимаетесь, да. Слушайте внимательно. Да, буду, конечно. Это моя непосредственная задача. А зачем мне это делать? Ну и что? Я смелый. Вы не представляете, какой. Скорее всего, вы сейчас в испуге убежите. И вот если вы захотите, не раньше, чем через два дня, набравшись смелости и вежливости, наберите по всем правилам этикета и перезванивайте. Как все слабенько. Время у вас пошло, не тратило зря. Куда бы кто так не говорил, а? Это все вы так говорите. Хорошее, друзья, начало. Если бы она еще заподозрилась. Это, кстати, ну, ремарка. Это молоденькая, новенькая. Удивилась, естественно. Вы слышали. Ну, как можно услышать паузу. Но пауза подразумевает удивление. Я уже давно сделал выводы, что наши виз-за-ви, наши партнеры... Я не халяшик, я партнер. Ну, благодаря им же мы набираем аудиторию, интерес такой вот существует неподдельный. Их очень легко распознать. Вот эти вот прожженные, они бы, ну, были бы чуть-чуть умнее, они бы хотя бы вид делали, что удивляются. Ну, прожженные. Сейчас вот это не прожженные, это новенькое. А прожженные, они даже вид не делают. Они просто, ну, так назовем ситуацию, сразу начинают эту форму защиты применять. А говорит это лишь только о том, что они, ну, опять же, прожженные. А во-вторых, ну, как это говорят, на них клейма негде ставить. Их уже столько раз послали, отправили, проводили в том самом направлении, нам с вами известном. И это не суд, а тоже буква, слово из трех букв. посередине букву, что они уже это сразу чуют. А вот эти вот, они реально паузы допускают. Они обескураженные. Они думают, что такое? И потом выливается вот это вот их амбиции. Они же в КЭП, они коллекторы. Им кто-то сказал, что они там под какой-то неимоверной крышей. Кто такие там, это вот, там, должники? Мы же там, НАПКО. Это Национальное агентство профессиональных коллекторов. Мы же профессиональная коллекторская организация. Что? Закон? Алло, закон? Вам ли должники говорить о законе? Да, нам. И чем чаще, я сейчас к должникам обращаюсь, и в слове должник нет, кстати говоря, ничего уничижительного. Это статус, юридический статус. И всего лишь на все. Так вот, чем чаще мы их будем, их носом поганым тыкать, в те фекалии, которые они, собственно говоря, выдают, тем нам с вами будет интереснее, приятнее и полезнее. Ну и это тот самый процесс деколлекторизации. Как бы вам не хотелось и так, вы на канале Компании Алям. С вами Дмитрий Кузнецов. Вы свидетели шоу «Процесс деколлекторизации» нашей прекрасной страны под названием «Россия». Ну, кому хочется, матушка. Работаем дальше. Алло. 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 Здравствуйте. Екатерина Сергеевна, это вы? Хочу поговорить с оператором. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, я представлюсь. Это ООО МКК Турбозайм. Меня зовут Юрков Ислан Александровна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего диалога. Вы являетесь клиентом компании. Стоп, еще раз. Вы мне позвонили, да? Вы звоните на входящую линию. Нет, я не звонил, еще раз. Перестаньте эту дурь, пожалуйста, молоть. Это для своих сотрудников оставьте. Мне позвонил телефон. Я взял, ответил. Мне робот стал что-то рассказывать. Естественно, я с роботами переговоров не веду. И я попросил оператора. Какая вам разница, кто кому кем приходится? Вы мне зачем звоните? Вы мне звонили. Вы мне звонили. Вы мне звонили. Вы мне. А кто сейчас с вами разговаривает? Головы деревянные. А как так получилось, что я с вами разговариваю? Я сейчас с вами разговариваю. Как так получилось? Эй передайте, чтобы она с нами связалась. До свидания. Это ваша работа. Запомните информацию передавать. давать Алло 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 Ольга Александровна, здравствуйте Вы кто такая? Меня зовут Соколова Диана Юрьевна Я звоню из профессиональной корректорской организации Интелл коллект Ведется запись разговора Я не ожидал, что услышу Ольгу Александровну По данному номеру Вы могли бы тогда передать ей наш номер телефона С которого я звонил Вы мне зачем звоните Если она вам нужна, вы зачем мне звоните Ожидали, что услышу по данному номеру Зачем вы ожидали А почему вы ожидали здесь ее услышать Я не пойму Загадка Загадка, Дарья За меня, да, загадка Как можно звонить другому человеку Что значит Контактный Как возможно У вас вообще нету определенности Вы как-то так просто рандомненько А вдруг это повезет Вы можете передать Ольге Александровне Это ваша запомните работа Я бесплатно за вас ее делать не буду Можем договориться Вы имеете в виду, что вам не знакома Ольга Александровна? Это не ваше дело Если вы хотите, чтобы я за вас передавал информацию Будьте добры, оплатите эту услугу И, собственно, я попробую это осуществить Не получится, верну деньги Ожидали, что услышу Ольгу Александровну Я это уже слышал Зачем мне по два раза Это в автопатриот Всего доброго До свидания Не извиняйтесь Перевыкните Здравствуйте Здрасте Айс Эль Рагимовна, могу услышать? Кто вы такая? Разговор записывается из банка Редисенскредит Звонок Артеменко Екатерина Валентиновна Айс Эль Рагимовна указал номер Как свой личный мобильный Поэтому звоним и спрашиваем Ну да, ну так что-то это не отменяет Элементарных норм приличия Позвонили неизвестному человеку Представьтесь Телефон, пригласите Айс Эль Рагимовну Еще раз повторяю Позвонили человеку, которого вы не знали до этого Представьтесь Тем более вы официальный звонок совершаете И ваши действия в этом сюжете Рекламентирует 230-й федеральный закон В начале каждого непосредственного взаимодействия Айс Эль Рагимовна, пригласите, пожалуйста В третьем лице, мы никакие вопросы не обсуждаем А что вы взяли, что я третье лицо В нашем с вами случае я первое лицо А в крайнем случае второе после вас Но я думаю, что все-таки это будет после меня В таком случае необходимо ей перезвонить самостоятельно А что такое за случай? Наши контакты у нее есть 8800-10-12 Ей необходимо, это вам необходимо Если бы ей было необходимо, она бы звонила Получается ровно наоборот Вы названиваете Это необходимость ваша, а не ее Это же очевидно Кому? Зачем? Я не буду за вас вашу работу делать Алло Здравствуйте Алло, слушаю Я слушаю Не слышно вас? А, бывалая, судя по голосу какая-то там Бывалая Не услышала там мухрю, да, сразу Что-нибудь лучше-ка я сольюсь Пока при памяти Алло Алёна Анатольевна, здравствуйте Ты кто такой? Передайте телефон Алёне Анатольевне Ты кто такой, тебя спросили Кто ты по жизни? Ты лох Понял? И кенты твои такие же Мы Павла МФК Займер, досудебный отдел Меня зовут Владислав Русланович Индивидуальный коп Слушаем Ты, блядь, меня Тебе что, страшно говорить, что это я? Никто он передайте Хозяину А, а нахуй ты так вот говоришь Зачем? Ты что, думаешь, это каким-то образом меняет ситуацию? Телефоны Ты дурак, вот ты же когда До того, как на эту работу пришел Ты же, наверное, не мог себе даже допустить Что так можно сказать Такую дичь вот эту, сморозить, блядь Вы берете чужие телефоны Здравствуйте Я слушаю вас Евгения Александровна Могу я вас слышать? Кто вы такая женщина? Вам поступил звонок из профессиональной коллекторской организации «Верест» Инспектор Яковлева Татьяна Васильевна Яковлева Татьяна Васильевна Почему вы не делаете это в начале каждого непосредственного взаимодействия? Почему вы не представляетесь в начале каждого непосредственного А кто вам сказал, что так должно быть? Закон Нет Что нет? Это в законе не прописано Что именно? Вы знаете, Евгения Александровна, да, Евгения? В законе четко и конкретно написано Не надо учить меня работать Читайте внимательно Надо вас дураков учить, чем чаще, чем лучше Что? Многие будут повторяться Ты, блядь, ты что там, блядь, в луну въебалась? Алло, здравствуйте Здравствуй, здравствуй Компания ПАУМ, ФКЦ, ФПВ и Деньги Отдел Звискания Меня зовут Мещерякова Светлана Евгеньевна Это другое дело Светлана Евгеньевна, простите Александр Геннадьевич, вы? Да, да, это я Светлана Евгеньевна Я правильно услышал Светлана, добрый вечер Светлана, меня зовут Как? Тимофей Да Это друзьям своим там называйте Как вас зовут? Так Да, все верно Александр Геннадьевич Звони по поводу Светлана Евгеньевна Простите, пожалуйста Я просто хочу поблагодарить вас Прежде чем мы начнем разговаривать За четкое, конкретное Пенотичное соблюдение закона Потому что мне за сегодняшний день Несколько коллекторских организаций позвонило И все почему-то утверждают Что в законе этого не написано Что в начале каждого взаимодействия Вы, сотрудники службы взыскания Обязаны представиться Вот вы сделали это все Собственно, аж приятно Я чувствую, что мы договоримся с вами Как вы сами считаете? Александр Геннадьевич Звони по поводу просроченной задолженности 17-й день договор находится на просрочке 5331 рубль Сумма текущая Задолженность из этой суммы Тело 2571 рубль Проценты 2737 рубль Завтра все отдам Завтра все отдам Все я завтра Вы ждете поступлений завтра каких-то? Да, они уже сегодня должны прийти На что вы в числении зарплаты занимаете? Ну, у меня там гонорар Это сука по-любому, блядь Инвестиции, нахуй вся та хуйня Должны мне перевести с издательства Не могут задержать, перенести? Нет, почему? Они должны сегодня Вот я жду с минуты на минуту СМС-ку с издательства Я же говорил гонорар за статью Но с вами вы не общались ранее Поэтому я вам издаю Да, я всем говорю Меня одолевают А просто я так решил Те, кто хамят И с первых слов Начинают себя вести Как, извините за выражение Быдло подзаборное То тем Кукиш с маслом А вот таким, как вы Спасибо Я все заплачу Сколько там еще раз? Давайте я помечу для себя Сумма текущей задолженности Вернее, извините 5331 рубль Все полностью закрыть Полностью ответственность закрыть Перед организацией Сейчас я уточню Минуту Алло, Александр Геннадьевич Да К полному досрочному погашению Сумма на сегодняшний день У вас составляет Для закрытия договора 14941 рубль Ну, это 15 можно округлить А можно сделать как-нибудь так Но вот мне понравилось с вами Потому что вы на фоне Вы обычный профессионал А на фоне вот этих вот Всех вот Пройдох, проходимцев Вы прям сильно выделяетесь Можно как-то с вами договориться Я вам, ну, типа чьи Ну, извините, конечно, за выражение Ну, какой-то бонус вам там Сколько там Округлим до 15 Можно так сделать? Я вам накинул что-нибудь Смысла нет Почему? Компания переплачет более того, чем вы должны Нет, я напрямую Я бы вам Нет, нет, нет Работаем только по условиям договора Посмотрите, самое главное Если вы планируете Досрочное погашение Ранее в личном кабинете Вы формировали заявку На полное досрочное погашение Заявка уже по срокам не актуальная То есть зайдете в личный кабинет Будет написано Досрочное погашение В эту вкладку Входите, кликаете Далее Происходит перерасчет Сумма за фактическое время Пользуем денежными средствами Заявка обязательно Чтобы было А можно напрямую в офис? Напрямую в офис Ну что-то вот это все так У нас офисов нет Мы работаем дистанционно Как это нет? Офисов Как? Работаем Юридический же адрес должен быть Мы работаем Есть, конечно Москва-Коржановская Но мы работаем только дистанционно Он должен совпадать с физическим местом нахождения Я тут статью по Наша компания работает только дистанционно Простите Простите, пожалуйста Извините, пожалуйста Прошу прощения От всего души От всего сердца Это все меняет В вашем адресе Который вы называете юридическим И в принципе по закону Он юридический адрес Должны присутствовать живые люди Это четко конкретно в законе прописано Я статью писал На юридическую тему Ее опубликовали в популярном Минуту Минуту Вы оправляли договор на сайте Впечатление портите Впечатление вы портите Это ваши сложности Так вы же такая же хамка получается Вы же такая же хамка Хабалка и безграб Все Все назад поехали Не копейки Вычеркиваю вас из списка Приоритетных И в нашу Денег не было Не было денег Ну а в чем проблема Почему их не было Что у вас случилось Ну потому что гонорар ждал Я же объяснил Нет все Не имеет значения Не имеет значения Да нет Просто вовремя гонорар выплачивают Не к вашему времени А сейчас это вас уже не должно интересовать Что значит не к нашему времени Вы потому что в списке тех В списке тех Кому ничего не достанется Сами кстати говорят Я фиксирую Прямое остатное обязательство Да да фиксируйте Фиксируйте До 129 надо было Надо было до 129 сказать Статье И что Вот именно в ней Порядок отмены Я напомню Я писал статью В научно-популярном Юридическом журнале И получил за нее гонорар 280 тысяч Ее опубликовали И очень неплохо Они отзывались Давайте еще По юридическим вопросам Что-то мне расскажете Я сказал Жду вас в суде А судебный приказ Если хотите Если хотите Можете сформировать заявление О вынесении судебного приказа Кстати напомню Пошлина В случае отмены Судебного приказа Не возвращается Пошлина Которую вы заплатите За вынесение А там посмотрим Что вы изложите В этом исковом Почему-то я думаю Что И за 14 тысяч Вы в суд Не пойдете А если пойдете Буду рад вас там встретить Ежедневно В очном формате Сумма у вас Увеличивается Компания Также Какая разница Сколько Не платить Представителя Расходы судебные Также на вас Могут возлечь Если вы Получите Определение В свою пользу Но вы даже Исковое заявление Не сформируете Я слышу вас Такая же Все так хорошо шло Ты же почувствовал Я сейчас на ты Перешел Все было хорошо Я записал тебе В список Что отдам вам Деньги Нет У вас это все Долезнь Ваша вот эта Хабальность Прет Я когда скажу Все Мысль выражу Я тогда Остановлюсь Из вас Это все Прет Вы это Даже контролировать Не можете Даже если Это вам На пользу Вы это Контролировать Не можете Яркое Подтверждение Друзья мои Что они Патологические Вруны И хамы Патологические Конечно Это было Слышно С первых Ноток По интонации Этой Хабалки Но мы Соответственно Шоу Здесь с вами Формируем Поэтому Надо было До конца Ее сделать Я думаю Это заслужило И ни одного Лайка Но я знаю Что поставили Вы не забывайте Кстати говоря Мне как таковые Лайки Вот эти ваши Ну в том смысле Что Увидеть там Какое-то количество Сердечек Лайков Нет Это нужно Алгоритмам Ютубу Ютуба Алгоритмам ВК Алгоритмам Рутуба Ну где вы там Нас смотрите В связи с тем Что Процесс Деколлекторизации Невозможен Без распространения Вот этого всего Контента Вы должны знать Что активность Выраженная В виде лайков Комментариев Сердечек Репостов Здравствуйте Продвигает Наш Канал Оставайтесь На линии Идет соединение Продвигает С точки зрения Популяризирует Здравствуйте Популяризирует Да Я тут Умагопены Извините Субтитры Коллекторская Организация Верест Меня зовут Валькова Екатерина Сергеевна Ведется Запись Разговора Как вас Имя отчество Простите Вашего неоплаченного Займа Компания Академическая Воззайм 13800 долг Я имя отчество Хотел бы Ваше еще раз Услушать Чтобы нам было Проще общаться Олегтина Сергеевна Да Екатерина Простите Пожалуйста Екатерина Екатерина Сергеевна Вот Очень показательно Ваше поведение В хорошем смысле слова Выглядит По отношению К вашим же коллегам Вот вы почему-то Понимаете Что седьмую статью А 230 федерального закона В части статьи 4 Нужно исполнять В начале каждого Случа непосредственного Взаимодействия По инициативе кредитора Или представителя Нужно представиться И сообщить Вот вы это понимаете А ваши вот коллеги С позволения сказать Почему ты считаешь Что этого в законе Не написано Ну как так Ну почему Вот в одной и той же Организации По разному Рассуждают Мы не туда ушли От темы разговора И вот они тоже Так же говорят Ну с вами я готов Пойти на поводу У вас Да Да Все Хорошо Да Все Все Рот на замок Слушаю вас Ага 13 800 7 дней просрочки Да И не единой оплаты Требования кредитора Сегодня крайний срок Завтра Данным Закрыть Когда поступает оплата Ну никогда Опа На каком основании Ну потому что Я платить же не буду Поймите Я с вами буду Вежливо говорить Я надеюсь На вашу же вменяемость Что вы не начнете Включать вот этих Вот хабалок Которые любят Включать ваши коллеги А мы с вами Спокойно придем К общему мнению Вы зафиксируете Ситуацию И так как вы посредник По сто По тысячам Да Конечно Ну так вы же для этого И позвонили Чтобы А вы посредник И я это понимаю А ваша задача Алексея Леонидович Такую незначительную сумму Уж наконец вернете Вернете Мы в любом случае Как бы вы не сопротивлялись Нет Я готов с этим поспорить Если вы не против Компании И доказательство Предоставить Свои позиции А доказательство чего То что я не верну И ничего не произойдет А вот это вот В любом случае А давайте Если вам интересно Подождите Давайте Давайте Подождите Давайте Бесконфликтных Антонаций Бесконфликтных Антонаций Если вам интересно В режиме дискуссии Я вам докажу Не хотите Не хотите Я могу доказать Сославшись на статьи На примеры На прецеденты И самое главное На ваши слова Могущего Опереться И Вы не хотите слушать Ну ладно Тогда я подожду Пока вы договорите Из вежливости Я отправлю информацию О том что вы Уклоняетесь Получить Вопрос Будете ли вы ему Названивать Изо дня в день На протяжении 137 дней Если у вас Четкий инструмент Есть Привет Пожалуйста Дайте мне пизделей Я пизды очень хочу Получить Дайте мне Пожалуйста Пизды Где и как Обезжирить его На те деньги Которые он у вас По большому счету Украл Почему я говорю Украл В этом случае Так и есть Потому что Во взаимоотношениях Между обычными людьми В случае Дал Взял Совершенно другие Принципы работают Здесь действительно Помощь со стороны Одного В пользу другого И человеческие Гусарские Если хотите Правила Здесь Действительно Если взял Нужно отдавать И когда мне пишут В комментариях Представь себе Там Если у тебя Возьмут Ну во первых Я никому никогда Не даю в долг И сам не беру Это первое А во вторых Это совсем Другая История Так вот Если бы вы знали Как вот они говорят В позиции В любом случае Что бы вы названивали Это говорит лишь только о том Что никакого любого случая нет И здесь уместно Фраза Ни в коем случае Она в принципе Звучит даже точно так же Похожа Во всяком случае Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok